Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. 2 ноября, утро. Да, плюс 2 градуса, господа. То, что вы видите, я сижу в шапочке. А нет, а мне не холодно. Это я выхожу на улицу в ней. Я в футболке. Дома тепло, друзья, дома тепло. Как делал во вчерашнем видео, надо сейчас понять, откуда у нас поддувает. Откуда у нас поддувает и решить, в общем-то, этот вопрос. Потому что пополу поддувает. В общем-то, найдем это решение вопроса. Найдем и возвращаюсь к теме, что, как я и обещал, буду вести наши расходы за декабрь месяц. Что мы тратим полностью. Какие у нас расходы нашей жизни на двоих со Светланой. Как я и сказал, мы живем в доме в селе, 14 километров от Габрова. Мы зимуем здесь зиму. Мы из Израиля. И решили, так сказать, прочувствовать настоящую зиму. Потому что в Израиле... Ну, зимы нет. В Израиле зима, когда плюс 10 градусов. Это уже люди ходят в пуховиках, плачут и кричат, что все, жизнь закончена. Закончена. Поэтому в Израиле мы не знаем, в принципе, что такое носить шубы или какие-то теплые вещи. Вот сейчас в Израиле где-то плюс 18. Можно ходить в футболочке по улице. А у нас плюс 1. Плюс 1 у нас пасмурно. У нас грязновато на улице. Потому что, ну, прошел дождь. Дождь маленький продолжается. И, соответственно, грязь. Да, господа, мы дома не курим. Никто не курит дома. Мы выходим курить на улицу. И то, что вы говорите, что надо бросать. Да, конечно. Курение вредит нашему здоровью, господа. Оно вредно. Согласен на миллион процентов. Вы полностью все правы. Надо бросать курить. Молодцы. Мы курим. Я и Светлана. И это, в принципе, друзья мои, это достаточно большой расход. Вот. В общем-то, месяц мы начали с покупки двух пачек сигарет. Покупаем блоками. Но, в принципе, вот расход на сигареты нашей семьи составляет до 11 лев в день. 10,5 лев в день. Это две пачки сигарет. Образно каждый курит по пачке. Может быть меньше. Ну, не будем сейчас вдаваться в подробности. Значит, первый расход в итоге в конце месяца мы посчитаем. Это очень большой расход из бюджета на сигареты. Да. Да, друзья, согласен. 11,10. Давайте считать 10 лев в сутки. У нас есть 30 дней. Мы тратим 300 лев. Что, серьезно? Как это так? Да. Мы тратим 300 лев. Если 10 лев в сутки. Значит, 300 лев мы платим на сигареты. Кошмар какой. Катастрофа. Света. Света. Ты понимаешь, сколько мы прокуриваем? Не надо об этом. Вот. Светочка тоже говорит, что не надо об этом позже. И говорит мне, пошел, послала меня, в общем-то. Говорит, курить не брошу. Будем курить. Будем курить. Значит, смотрите, расход составил у нас в итоге 11 лев в день. 10, 300 лев в месяц сигареты. Теперь. Мы заправили вчера бензином. У нас заканчивался бензин. 25 лев. Впишем расходы на бензин. Опять, господа. Если мы не ездим, у нас не расходуется ни бензин, ни газ. Все. Ездим, тратим. Не ездим, не тратим. Но заправились 25 лет. Записали в тетрадочку. Так, что еще вчера было? А, еще мы поехали в Габрово. Парковка. Один лев. И со Светкой мы, естественно, пьем кофе из автомата. Вкусный. По 80 статинок. Света Капучино. А я тоже какой-то за 80 статинок. Да. Взял какой-то в автомате кофе с имбирем. Очень-очень сладко. Вот. Теперь, какие еще вчера... А, расход еще стабильный. Расход, господа, это телефоны. Это телефоны. У нас два телефона. Безлимитные планы. Безлимит интернет. Безлимит звонки. Мы платим 32 лева за один аппарат. Значит, в месяц у нас уходит 64 лева на телефоны, на сотовую связь. Без интернета. Это расход. Записали. В итоге, в конце месяца просуммируем. Так. Вчера мы были в магазине. Мы... Смотрите. Уже есть какой-то некоторый запас продуктов. Постоянный сахар, мука и морозильник не забиваем. Хотя, в принципе, забивается. Ну, мы привыкли готовить дома. Я, в принципе, это мое хобби. Я очень люблю готовить. И здесь, в Болгарии, друзья мои, я получаю просто истинное наслаждение от приготовления еды. Почему? Ну, потому что качество продуктов хорошее. Потому что картошка в Болгарии, это картошка. Курица, это курица. И когда я варю бульон, из бульона и на бульоне есть пена. Друзья, когда я варил бульон в Израиле последний раз, пены ее просто не было. А если нет пены, что это за курица? Это химическая курица, господа. В Израиле химические курицы. Их пичкают антибиотиками. Я не знаю, чем его там кормят, но пены и вкуса. Продукта нет. И поэтому, ну, я люблю готовить, я люблю что-то придумывать. Ну, вот здесь, ребята, господа, я реально наслаждаюсь качеством болгарских продуктов. Молодцы, болгары, молодцы. Спасибо вам, что у вас, когда варишь курицу, идет пена. Значит, в курице есть белок, соответственно. И у куриной грудки есть вкус куриной грудки. А у помидор вкус помидоров, а у картошки вкус картошки. Это, друзья мои, это очень сразу видно и понятно. Это мы замечаем, это мы чувствуем. Поэтому здесь готовлю, люблю и наслаждаюсь этим. Итак, вчера мы потратили в магазине еще, да, 60 лев. Мы докупили картошки, мы купили фарш, мы купили водички, яблоки недорогие покупаем, потому что делаем сок, морковку. В общем, я не буду перечислять, что мы купили, но потратили 60, да, 62 лева. Больше расходов не было. Все, сегодня мы в Скалску, мы сегодня никуда не едем. Сейчас к нам придут устанавливать спутниковое телевидение от Viva.com. И это будет расход еще 18 лев в день на два телевизора. Вот буквально сейчас позвонили монтажники, очень четко, друзья мои. И то, что говорят, что в Болгарии не пунктуально, не четко нет, это, я вам скажу честно, не верьте всегда. Да, есть много случаев, но когда вы работаете с фирмами, проверенными компаниями, все происходит четко, пунктуально. Нам сказали, что монтаж будет с 10 до 12, сейчас позвонили. И поеду на центр Скалску к магазину минута, чтобы встретить монтажников. А почему я встречаю, друзья мои? А потому что в Скалска нет улиц и нет домов, номеров домов. У меня нет адреса, у меня мой адрес, наш адрес, это Скалска, Гродский Даниэль, почтовый индекс. Улиц нет. Поэтому монтажники не знают, куда ехать. И я пойду их сейчас встречу, и они поедут за мной и будут нам устанавливать. Ну, потом, естественно, расскажу. Интернет у нас, интернет мы передаем с телефонов на телевизор, но это только Ютуб. Господа, очень хочется посмотреть футбол, спортивные программы, иногда новости. Конечно, посмотреть болгарские новости, потому что от этого приходит язык. От этого приходит язык, так мы учим. Когда мы слышим болгарский язык, мы его учим, мы воспринимаем звуки, мы запоминаем. Самое лучшее находиться в среде, где говорят только по-болгарски, а не по-русски. Потому что если все говорят по-русски, как мы выучим язык страны, в которой мы живем? Вот. Так что день сегодня начался. Расходы, ну какие, больше, наверное, не предстоят. А по сегодняшнему дню я расходы озвучил, я напишу в описании, что в конце месяца можно было прекрасно подбить все балансы, сколько мы тратим. Потому что есть расходы стабильные. Это электричество, вода, страховки, интернет. Нет, невозможно каждый день их считать. Зачем мы посчитаем под конец месяца общую сумму? Да. И еще есть, опять же, мы страхуем дом. Мы страхуем сам дом. Страховка в год. На дом нам стоит 92 лево. Это значит, мы добавим еще 10 лев в месяц. Это страховка от природных, от кражи. Также у нас есть страховка охранная система. Мы платим 36 лев в месяц за охрану дома. Дом на сигнализации, дом безопасности. Это очень хорошая фирма в регионе Габрово. Дельта Гвард я всем рекомендую. Они, да, господа мои, дорогие. Но они решают вопросы с безопасностью. А это достаточно важно. Потом как-нибудь расскажу, как они их решают. Это достаточно интересно. И вот такие ребятки приезжают, что... Ну, никто не лазит в дома. Потому что серьезные ребята, серьезная компания. И за это они получают больше, чем другие. Но осечек нету. Хуба в день. Шелихом Йом Наим хавари. И позитива, хорошего настроения. Будьте здоровы. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...